Привет, меня зовут Настя, и сегодня мы попробуем разобраться, как вам зарегистрировать аккаунт. Сначала вы заходите на главную страницу контрибьюторов Adobe Stock, где вы нажимаете начать, и заполняете свои данные. Фамилию, ваша почта, придумываете себе пароль, который должен содержать как минимум одну цифру или символ. Выбираете страну, Россия, дата рождения, ставим галочку, чтобы с вами связывались по электронной почте, и нажимаем зарегистрироваться. В данный момент мне должны прислать ссылку для подтверждения моей электронной почты, и я должна ее подтвердить. После того, как вы подтверждаете адрес своей электронной почты, вы попадаете в вашу учетную запись автора. Для того, чтобы дальше вам работать со стоком, вам необходимо сделать две основные вещи. Во-первых, вам нужно подтверждение личности. Для этого вы должны загрузить ваше удостоверение личности. Сверху страницы появляется такой баннер, который помогает вам это сделать. Мы нажимаем, начнем. Здесь вы можете, используя ваш мобильный телефон или сканированную версию документа, отправить на подтверждение модератору ваше удостоверение. Вторая вещь, которую вам обязательно нужно сделать, это заполнить налоговую форму. В левой части экрана вы увидите сведения о налогах, и здесь вам нужно рассказать и заполнить форму того, где вы живете, для того, чтобы правильно высчитывались налоги с продаж. Когда вы нажимаете, вам очень важно прочитать всю эту информацию, потому что это ваша налоговая ответственность. После того, как вы прочитали, вы нажимаете «Продолжить». Далее вы должны выбрать, вы индивидуальный пользователь, либо общество с ограниченной ответственностью, компания или корпорация. Вас переадресовывают на Adobe Sign, это электронная версия заполнения документа, и есть обязательные поля для заполнения. Это все достаточно просто. Для России это форма W8BN. Нужно будет заполнить ваш адрес, город, страну. На основе страны проживания будут высчитываться налоги. Для России налоговая ответственность лежит на контрибьюторе, то есть вы сами в своей налоговой должны будете предоставить отчет о ваших доходах. Если же вы указываете другую страну, в каждой стране есть свои правила, и в зависимости от того, где вы живете, вы заполняете эту форму. Но для России это форма W8BN. Подписать. И после этого вы сохраняете PDF, и все это отправляется модератору на проверку, которая будет занимать несколько дней. После подтверждения вашего удостоверения личности и проверки налоговой формы, вам придет подтверждение о том, что вы полноправный пользователь Adobe Stock, и поздравляю вас с этого момента. Вы можете загружать ваш контент и начинать вашу карьеру стокового фотографа, видеографа, иллюстратора. Но если у вас остались вопросы, внизу страницы вы можете найти ссылку на обучение и поддержку, где вы найдете руководство пользователя. Там, мне кажется, есть вообще ответы на любые вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!